Голубые ели и сосны у здания в советскую эпоху считались признаком власти. Но сегодня уже выглядят неким историческим артефактом. Но нет сегодня уже ни политбюро, ни соответствующего антуража. Поэтому решение об их вырубке в 21 веке не выглядит таким уж возмутительным. Тем более, когда из декоративных украшений улицы они превращаются в настоящую угрозу. Мы работаем согласно проекту. Проект сделан на основании экспертизы, которая была проведена и установила, что данные Туи на сегодняшний день противоречат строительным правилам. Фактически эти деревья разрушают фундамент здания, могут разрушить тротуар и оказывают неблагоприятное влияние, потому что здание затемнено. Перед тем, как строители приступят к распилу, деревья внимательно осмотрели. Оценка для зеленых красавиц неутешительна. По словам экспертов, внутри завелась плесень, которая опасна не только для самих елей, но и для человека. А еще такие вот старые полутрехлявые уже деревья – угроза обрушения ствола на тротуар. Например, от порыва ветра. И, кстати, голые поляны – это место после рубки елей надолго не останется. В проекте реконструкции здания и ремонта фасада прописано и восстановление зеленых насаждений, а также облагораживание газона. Проектом предусмотрена замена елок, да, я сказал туи до этого, да, это елки. Замена данных елей на туи как раз и устройство газона на территории. То есть благоустройство будет выполнено, статистический вид будет соблюден, при этом зданию будет нанесен минимальный вред, а окна получат свет, который необходим для работы. Туи – это, конечно, не так солидно, как правительственные ели. Но для Рязани, города с умеренным климатом, самое то. Правда, это все дальняя перспектива. Ремонт здания – дело небыстрое. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».